Всем доброе-доброе утро! 19 марта 2024 года. Я не знаю, ждете ли вы наши видео. Но мы, как всегда, по обычаю передаем привет из самых младших яселек с пожеланиями доброго дня и прекрасного настроения. И если вам интересно наблюдать за жизнью самых маленьких собачек в мире, породы Чихуахуа и Тойпудель, добро пожаловать на наш канал питомника Костропула. Ну, оставайтесь с нами для получения положительных эмоций и милоты. Так, ну что? Опять же, хочу сказать, не знаю, насколько вам интересно. Но это обычный процесс. Вот я намыла полы. Вот я принесла чистые пеленочки высохшие. Вот я принесла пледики. И сейчас будем застилать. Малыши мне просто, как видите, очень сильно помогают. Кто-то уже начинает засыпать. Даже еще покажу, куда спрятался один пудель. Гавкают, бегают, играют. А, они уже здесь позасыпали. Мои же вы хорошие. Только что кусали меня за ноги. Так, ну, сперва я сейчас поправлю вот эти вот... Ну, опять же расскажу. Значит, у нас здесь комната, ну, кто еще, может быть, не знает, загорожена вот такими вольерчиками. Причем загорожены здесь не сами щенки, как вы видите, а стены. Стены, шкаф. Там у меня провода электрические. То, что щенок может достать. И для того, чтобы щенок не навредил себе, ни в коем случае там током его не ударило. Не дай бог. Потом они у меня научились открывать вот этот шкаф-купе и спать там. Поэтому я решила вот так загораживать. То есть вот в этих вольерах, загородках у меня щенки находятся с мамами до возраста примерно один месяц. И для того, чтобы они не потерялись. И маме легко было их кормить. Я уже показывала. Они с дверцами. Дверки всегда открыты. Мама может выйти, зайти. А когда щеночки уже вырастают, вольеры, в принципе, я эти убираю. Но вот так я придумала. Так как они грызут тумбы, стены. Ну, стены мы им разрешили здесь, если что, ничего страшного. Потому что мы потом планируем здесь, конечно, в этой комнате делать ремонт. Но, опять же, повторюсь, главное, чтобы собаки не навредили себе, не наелись, не нагрызлись того, что может принести им опасность. И с чем столкнулась некоторые зрители, ну, скорее всего, это гости, которые там случайно попали на наш канал, возмущены, что значит наши собаки клеточного содержания. Ну, как бы и не для этого, для эстетики я завешиваю вот такими плечиками. Правда, все равно мило. Это детский сад, в детском садике. Должно быть все весело. И для глаза тоже. Поэтому, ну, они любят это снимать. Боже мой. А еще они очень любят новые чистые вещи, пеленочки. И вот сейчас я эти пеленочки чистенькие буду растилать. Ну, пока понаблюдаем, как они мне помогают. Пожалуйста, посмотрите. Стянули уже. Вот, на солнышке. Сегодня снова солнечный день. У меня получается делиться с вами, мои любимые друзья и подписчики, несколькими видео в день. Поэтому, кому интересно, оставайтесь на нашем канале. Уже некоторые знают. Так, если видео нет, то что-нибудь будет на следующий день много. Да, на самом деле, выделить время для съемки какие-то полчаса, да еще разок, до другой, до трети. Потом мне нужно посмотреть, что у меня получилось. Бывает такое, поставлю на паузу и рассказываю, рассказываю, а потом бац, и нету видео. Вот. Ну, по-разному бывает. Потом у нас есть информативные видео по щенкам, которые в продаже. Нужно снять, показать спереди, сзаду. Общие прогулочные. Поэтому, насколько меня хватает. Иногда бывает, выгораешь, устаешь и уже не хочется некие видео снимать. Ну, слава Богу, значит, пока есть силы, желания. И, значит, вот снимаю для вас видео. Я думаю, что вам интересно наблюдать за жизнью наших малышей. Пока я занимаюсь здесь уборкой и снимаем вам видео. Уже мне моя мамочка помогает. Она гуляет со взрослыми собачками, чтобы я спокойно здесь управилась. А они, не теряя времени, получали удовольствие от прогулок и уборка также. Так, ну что, потихонечку, видите, малыши начинают укладываться. Я еще даже не застелила здесь, но они уже занимают свои места. Ну, что ж, давайте вместе со мной, кому интересно, а я вам буду показывать милоту. Это красавица Сивиль. Хочу напомнить, что из этих детей все дети открыты для резервирования и продажи, кроме двух щеночков, которые уже нашли свои семьи. Вот. И еще раз, так, стелем пеленочку. И еще раз хочу напомнить для гостей нашего канала, или может быть, кто-то не смотрит каждый день наше видео. А для некоторых я, конечно, повторяюсь без конца, что есть щеночки у нас в продаже, которые уже полностью привились, чипировались, прошли все карантины. У нас есть прекрасные подрочные щенки, потому что это маленькие крошки, которым полтора месяца и чуть больше месяца. А есть дети, которые уже выросли, уже полностью сформировались. Это семимесячные детвора почти 76 месяцев. У нас есть и девочки, и мальчики. Это те собаки, которые уже полностью видно, какого они размера выросли, какой у них темперамент, характер. Уже все в этом именно возрасте видно. А сейчас это маленькая детвора, которая каждый день нам показывает свои новшества. Вот, пожалуйста, красавица Лейсан, которая, кстати, зарезервирована, имеет свою семью и ее владельцы наблюдают за жизнью и развитием щенка с самого ее рождения, даже с рождения ее родителей. У нас есть даже видео о рождении ее бабушки. Ну, скажем, не самого, потому что бабушка-радушка у нас из дружественного питомника, да, алиментная дочка. У нас есть информация по даже дедушке и прадедушке. Ну, в общем, кому интересно и кто является будущим владельцем моего выпускника информацию, такую, которую не даст, я так думаю, ни один питомник. У меня есть информация до четвертого колена живых собак, которые участвовали в кровях, допустим, там, определенного щенка. Это интересно, кому-то не интересно, кому-то интересен только сама собака. Ну, я вот всегда этим сама интересовалась, поэтому все это сохраняю и все это у меня есть. Так, Лейсан, ты прекрасна, спору нет, ты зачем там грызешь, выходи. Сейчас мы туда постелим пеленочку. Итак, есть щенки, которые подросли, вот, и за ними можно наблюдать каждый день на нашем канале, на прогулочках. Вот, это Рахат Луку, это Року Коево, сестренка, это Багирушка, красавица, это прекрасный, шикарный помет нашей Бажены и Купидона, значит, Аюшка, Аюдак, Карадак, Артекушка и их сестренка Абунда. Вот, тоже в продаже у нас действует небольшая скидка на этих щенков. Еще раз повторюсь, потому что мы планируем переселение, только из-за этого щенков это никак не завести. То это скидка временная, потому что и так цена достаточно доступная. Я считаю, в принципе, если человек хочет определенную собаку в определенном питомнике, приятная скидочка никогда не помешает, но я понимаю, что в первую очередь не в деньгах суть, не в цене, а в самом щенке. Я в этом убеждена, что выбирают не ценой, а выбирают душой. Вот, человек увидел и сказал, это моя собака. Вот таких владельцев мы ищем нашим щенкам. А если человек еще не знает, сомневается, я всегда говорю, если у вас есть хоть какая-то крапинка внутри, вот, гложет сомнения, не берите эту собаку. Не нужно. Не портите ей судьбу, потому что потом начинают, как мы между заводчиками иногда обсуждаем все-таки, покупателей, уж простите, начинают по молекулам разбирать, да, то хвостик не тот, то пописала не туда. Это и говорит о том, что собака, да, вроде бы, как и нужна была, но что-то какие-то гложили сомнения. И вот, ну, мы с этим сталкиваемся, поэтому это не просто придуманные слова. К сожалению, такое тоже существует. Поэтому, когда человек убежденно хочет именно эту собаку, и я всегда открыто говорю, собака это член семьи, собака это живое существо, собака не только приносит мимишные эти моменты жизни, эти типи-пипи с бантиком, как говорится, розовым. Конечно, бывают и сложности, и в процессе воспитания, даже с такой маленькой породой, как чихуахуа. И пеленка, вернее, туалет бывает на пеленку, на пеленку, да, а потом раз, и много раз мимо пеленки. Люди расстраиваются, что как, это вот, вот все же было так хорошо. Какие-то поведенческие моменты, какие-то возрастные, да, переходный возраст у собаки. Ну, это же обязательно, это же живое существо. Как правильно один человек сказал, слушайте, если вы не хотите никаких этих проблем, не заводите собаку вообще. Вон, там огочи, помните, электронные, электронные какашки убрали электронно, покормили, забыли, ничего страшного, другой раз покормите, и то люди расстраивались, да, когда у них там что-то не получалось в этой игре. А это живое существо, и с ним может произойти все, что угодно, да, это в какой-то мере стресс для человека. И поэтому нужно так сильно хотеть эту собаку, так сильно хотеть, чтобы закрывать на это, ну, грубо говоря, скажу, на это все глаза. Поэтому собаку нужно хотеть по-настоящему. И я в этом, опять же, убеждена, почему? Потому что я всегда сравниваю только с собой, не с кем-то там, а только с собой сравниваю. Да, вот у меня, получается, тоже была ситуация, когда я очень сильно с юности еще хотела бультерьера. Я очень долго себе в этом отказывала, я пробовала взять другую породу, я ее любила, всю жизнь растила, и одну, вторую, третью собаку. Но только к сорока годам я поняла, что я хочу бультерьера. Ну, как же? У меня ребенок не ходит, у меня чихуашки. Как? Ну, я так сильно хотела, и я взяла, и я справилась. Думаю, это видно. И ни минуты не жалела о том, хотя, учитывать, что я ее заводила для племенной работы, для, как вот любят говорить, наоборот, выставок разведения. Она у меня выставочная. Мы с Этуалькой посетили 12 выставок. Она двукратный юный чемпион России. Она юный чемпион России в РКФ и юный чемпион России в Скорье, да, в Российском Кинологическом Союзе. То есть, мы разные выставки, как всегда, и тогда, и сейчас посещаем. Вот. То есть, она оценена 12 экспертами. Вот. Но случилось несчастье, и по показаниям врача нам пришлось ее после второй течки кастрировать. Она кастрирована. Вот. и детей у нее не было и не будет. Нам уже скоро 7 лет. От этого я, я помню, как переживали заводчики, потому что это же бультерьер. Вы же брали для выставок разведения, вы же сама заводчик. Меня спрашивают, Катя, вы будете от нее избавляться? Боже упаси! Это моя любовь стала еще сильнее. Да, произошло такое вот несчастье в этом плане, но я люблю ее еще больше. Это моя мышка, это моя жопка, это моя этуалька. Вот. Поэтому люблю, не могу. И вообще, во мне любви достаточно всем. Я вчера в час ночи пришла к этим малышам, пока взрослых вывела, села к ним, они меня облепили, целовали, кусали, кусали, щипали, а я получаю от этого удовольствие от этого. И, конечно, мы сталкиваемся с жизнью, с трудностями, или как мне кто-то написал, язвя, можно подумать, у вас собаки не умирали. Умирали ребята, да. Как у каждого врача, у каждого заводчика есть свое кладбище, и собаки умирали. И по разным причинам, да, было такое, что щенок подавился, умер. Вы об этом не знаете, а я это знаю, я с этим живу. Было такое, что щенок там от инфекции умер, было такое, что щенок при рождении умер. Ну, не будем о плохом, потому что это только понижает настроение, не хочется об этом вспоминать, как говорится, и переживать это заново. Естественно, потому что это живые мои хорошие существа. Я очень радуюсь, что взрослые мои собаки меня радуют и живут здорово и счастливо. Тоже бывает, что-то там подлечиваем, тоже все бывает, хотя стараюсь, потому что понимаю, что здоровый образ жизни, он, конечно же, навсегда продлевает жизнь собаки. Это здоровое питание, содержание, правильное, чистое. И, конечно же, с любовью. Невозможно, как мне, да, тоже, вы придумываете все, вы нагло брете, вы, значит, совсем злая, жестокая, вы там используете собак, на матках зарабатываете, что только они пишут, что только они говорят. Вот наоборот, хорошо-хорошо пишут, потом гадости. Ой, чей не домашний питомник, проверить ваш еще домашний питомник. Еще раз хочу повторить, что домашний питомник, это мои выдуманные слова. И питомник, это, я имею документ, да, праве заниматься племенным разведением. Питомник, это не зоопарк, мне не нужны никакие разрешения вас там, или каких-то там, злопыхателей, заниматься мне этим делом или нет. Есть законы Российской Федерации, которые я соблюдаю, не нарушаю. И питомник, у меня даже написано, что заводская приставка, то есть я имею заводскую приставку, как заводчик, давать имя своей племенной работе. Ну, изъяснилось, да? А то, что я его называю домашним, мне тоже сарказмом, когда какие-то, я не помню, в фейсбуке, помню, написал. А что это он у вас домашний? Может, у меня тоже домашний? Как-то вы определили? Да, очень просто. Домашний, ну, в моем понимании, это не клетки на улице, это не вольеры такого содержания, да, уличного. Это вот так, как живут мои собаки. Я считаю, это домашний, потому что это дома, это не завод по использованию собак, хотя в жизни это называется завод. У меня, в принципе, это не питомник, а завод, так как я заводчик. Ну, это если разбирать по слогам. вот, как оно правильно называется. И я считаю, что он мне домашний, потому что мои собаки дома, у меня дома, не я у них в заводе или там в каком-то вольере. Потом, значит, некоторые делят собак на, как сказать, те, которые могут жить в питомнике, и те, которые не могут жить в питомнике. Ну, давайте разложу свое понимание. Значит, вот, во-первых, немножечко по-другому. Ни одна собака, вот, знаете, вот есть такие питомники, там вот, как туалеты такие раздельные у них эти отделы, отсеки такие, там они сидят по одной там и живут, да, по две. Типа питомник, да. Ни одна собака в таком отсеке счастлива сидеть не будет. Ну, может быть, там какое-то время, когда собака порезала лапу, там, или там ей обрезали уши, ну, разные бывают породы с разными. Там, собаку надо отделить, там, да, может, заболела. Очень такие, это как изоляторы, скажем так, нужны. Но если собака сама по себе просто там живет, ни одна собака так нормально жить не будет. Ну, если ее, конечно, ну, туда не посадят, и она там, а что ей остается делать? Нет, что есть какой-то выбор. Всегда говорю, что выбор только за человеком. Только человек выбирает, чем кормить. Только человек, холодильник открывает, только человек решает, пойти с собакой гулять или нет. или выпустить ее, пусть сама пойдет, побегает. Собака не решает, собака неразумная, неразумное существо, как бы это не звучало кому-то странно. Вот. И единственное, что мы не забываем, что собака, это стайное животное. Есть собаки, которые прекрасно живут в стае, общаются, так как это и есть стайное животное. Но когда в питомнике несколько альфа-самцов, так как альфа-самцом становится, когда собакобель начинает вязаться, да, то есть он уже вязанный. И в любом случае у них есть иерархическая лестница. Это можно пронаблюдать за нашими кобелями. Кто-то старше, кто-то младше, тот над тем. И они все друг друга, как говорится, прислушиваются. Но каждый раз растущий кобель будет пробовать себя поставить выше, допустим, этого альфа-самца. Каждый раз, в зависимости от темперамента, он будет пробовать показать свое я. А как собака будет показывать свое я? Конечно, зубами, ребят. А чем еще у собак? Лапами что ли будет? Или хвостом? Вот. Каждый раз стареющая собака подвержена тоже выяснению в этом отношении. Для этого нужно знать психологию собаки. Собак. Не собаки, а собак. Их природное существование и, естественно, собака, еще раз повторю, стайное животное и в стае им жить лучше. Но есть такие индивидуумы, которые настолько темпераментные, и они не приживаются. И вся стая может какую-то определенную собаку обижать. Такое тоже бывает. И у нас бывали стычки такие, что там, не говорю, мальчики, девочки. Девочки более жестокие в этом плане. Начинают выяснять отношения и могут обидеть какую-то одну. Это может быть разовая какая-то ситуация. Там не поделили вкусняшку, например. Это другое дело, когда это не разовая ситуация и собаки бесконечно начинают забивать одну из собак. И я знаю питомники, когда суки забили до смерти свою, как говорится, с одной стаи собаку. Обижали, обижали, обижали. И так и забили до смерти. И это не новости для заводчиков, которые занимаются собаками. Конечно, здесь вы скажете, одно дело, вот эти маленькие декоративные собачки, другое дело, другие породы, более сложные, серьезные. Конечно, естественно. Одно дело, когда выясняют отношения чихуахуа и то, и до крови, и до смерти, как я вам рассказала. А другое дело, выясняют отношения среднеазиатские овчарки, бультерьеры, я не знаю, либо какие-то другие породы. Конечно. Но здесь опять же, человек разумный, он сам должен взвешивать свои за и против свои возможности. Еще раз хочу повторить, что любая собака, конечно же, будет жить лучше с хозяином в доме, в квартире, в зависимости от породы, в вольере, может быть. Но любая собака нуждается в ежедневном выгуле, в ежедневном общении с человеком. Как только собаки прекращают ежедневно получать человеческое общение, они дичают, ну, по-русски. Да, кто-то в каких-то, в какой-то в разной степени. Но сначала собака там начинает занимать себя там погрызанием всего вокруг, потом себя, и потом она уже, конечно, более сложно общается вообще со своими соплеменниками. Я вам приведу пример. Вот мы Елисею лечим глаз с начала декабря. И он вот гуляет у меня отдельно, вы знаете, с собаками, с мамочками, с пожилыми, которые спят с нами здесь на диванах. И когда я его выпустила в общую стаю гулять, начались разборки. Типа, ты чё, товарищ? А нам сейчас нервничать и прыгать нельзя, учитывая, что мы лечим глаз, травму глаза, да, которую он получил, кстати, там тоже выясняя какие-то, скорее всего, отношения, я так, мы и не знаем, что произошло. Вот, когтём, зубом, но травмы и всё равно есть. И, конечно же, за этим должна следить я. И учитывая, вот, по моим наблюдениям, я наблюдаю, да, то, что собака давно не виделась, скажем там, с другой стаей, со всей нашей стаей, его же, да, простите, Елисеевич четыре с половиной года, он с ними живёт, все живут с рождения у меня практически все вместе. Ну, там, если собака куплена в питомнике, то там с трёх месяцев, да, и я вижу эти отношения, то есть, долго, надолго их разделять нельзя. мне так приходит, пришлось, да, их чуть-чуть реже, но опять же, они там видятся через заборчик, да, но всё равно надолго разделять нельзя. Дальше, если мы не говорим о питомниках, а говорим о домашних условиях, собак, та же песня, независимо от породы собаки, собаки-стальные животные, и одна собака с человеком в доме, в квартире, самая любимая, зацелованная, самая воспитанная, это хуже, чем две собаки, потому что собака стайное животное, и то общение, которое они получают между собой, моральное, физическое, прогулки, воспитание, жизнь, человек никогда не даст, никогда не даст, человек никогда, человек может поиграть с собакой в мячик, в палочку, там, подрессировать её, молодцы, классно, замечательно, но человек может там поспать с ней на кровати, погладить её, изо дня в день, но человек никогда не даст того общения, которое даст собака собаке, поэтому заводя одну собаку, знайте, что лучше, когда их как минимум две, но в пределах, конечно, своей возможности, вот, но когда человек имеет одну собаку, уж поверьте, две собаки больше места не займут, на одну миску вы будете больше кормить, ну, понятное дело, на гулять вы будете вместе, и, ну, естественно, там какое-то ветеринарное обслуживание, естественно, да, так, ну что, сейчас закончу это видео и продолжу, так как уже длинно,